Теперь парк на Макаренко – любимое место отдыха для Ирины Гришан и ее сына Артемия. Сюда гулять и дышать свежим воздухом, говорит Соченко, они с удовольствием приходят каждый день. Здесь до этого негде было не погулять с ребенком, приходилось выходить куда-то в центр, ездить на общественном транспорте, либо на своем. Но благодаря этому парку сейчас мы каждый день, по несколько раз в день ходим сюда гулять, дышим свежим воздухом. Мамы с детьми приходят не только погулять, но и поиграть на детской площадке. Тут же рядом любители спорта. В их распоряжении тренажеры под открытым небом. Не хуже, чем в фитнес-центре. Мы любим спорт, рады, что что-то делают на нашем районе. Ходим каждый день, занимаемся, нам очень нравится. Это лучший тренажер в городе из того, что есть. Аналогов я не знаю во всяком случае. И молодежь стала приходить, и очень приятно. Даже утром в будний день здесь немало народу. Много приходит и вечером. Теперь прогулки под луной будут более комфортными. В парке 80-летия установили осветительные приборы – 49 опор. Сейчас здесь работают электрики, протягивают кабель. Пусконаладка намечена на 2 ноября. Кстати, изначально вместо 7-метровых мачт планировали поставить невысокие парковые торшеры, но не решились. Парк на Макаренко сегодня с печалью уже начали сравнивать с московским зарядием. Все дело в том, что здесь со дня открытия орудуют вандалы. Два светильника с солнечными батареями сломали в первые же дни. Их уже демонтировали. Возле дорожек, в траве и кустах – мусор и бутылки. Между тем, урны на каждом шагу. Кое-где следы от пикников и мангалов. А вот, например, во что превратилась лавочка весом в 200 килограммов. Ее перевернули и сломали. Видно, что делали это намеренно. Проведено совещание. Будет здесь патруль казачий, будет патруль ДНД и будет с участием сотрудников полиции. Нарушители общественного порядка будут немедленно задерживаться. По фактам вандализма администрации уже написаны заявления в полицию. Тех, кто так обошелся с подарком для целого района, уже ищут. И, вероятнее всего, сделали это не жители Мацесты, Адлера или отдыхающие туристы. Сами же жители Макаренко. Кстати, теперь нарушителей будет вычислить гораздо легче. Закуплены камеры видеонаблюдения. В ближайшее время они будут установлены, чтобы для избежания действий вандалов. И чтобы безопасить граждан города Сочи, отдыхающих, нахождение в парке. Все, что вандалы успели испортить и сломать, стараются ремонтировать и менять в самые короткие сроки. Ну а вот сколько времени потребуется на то, чтобы изменить отношение людей к природе, общему имуществу и месту, где они живут – вопрос риторический.